Итак, это анализ рынка. Сегодня 20 августа 2024 года, время 6 часов 20 минут по Москве. Рыночный фон на сегодня такой. Азия торгуется разноправленно, Китай в минусе, Япония и Корея в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе не в минусе. Вчера цена российского рынка акций базово пришла на уровень 2790 пунктов и вышла немного ниже, в район 2780 пунктов. Недельный обзор рынка в воскресенье. Собственно говоря, наш рынок вышел в фазу краткосрочной перепродности. Я молчу про среднесрочную перепродность, он там жестко перепродан. Жду постепенного возвращения индекса массовской биржи в район 2820-2840 пунктов в ближайшее время. Если быть точным, то в ближайшие пару дней. Вчера на вечерней сессии наш рынок по себе начали откупать. Собственно говоря, сегодня также ожидаю фазы откупа и постепенно возвращение в диапазон 2800-2820-2840 впоследствии. У меня на этот счет есть пара еще спекулятивных позиций, поэтому хочу повесить о рынке. Несколько мыслей в корреляции с теми макроэкономическими данными, которые вчера вышли в публичное обращение. Господа, традиционно напоминаю, что у нас помимо YouTube-канала имеются также Telegram-каналы про рынок акций, ВКонтакт-группа, Яндекс.Зен, Рутюб-канал. Видеоролики выходят на YouTube-канале, ВКонтакт-группе, Яндекс.Зен и в Рутюб-канале. Соответственно, вам базово рекомендую подписаться на наш, в первую очередь, Telegram-канал про рынок акций, где уходит вся возможная информация по макроэкономике и по рынкам, которая впоследствии размещается на ВКонтакт-группе, Яндекс.Зен, Рутюб-канал и которая впоследствии визуализируется. И в качестве видеороликов уже восполняется в YouTube-канал, ВКонтакт-группе, Яндекс.Зен и Рутюб. Поэтому YouTube в России все хуже, хуже и хуже. Фактически с мобильной связью тоже хреново ловят информационный поток и видеопоток, называемый так. И, собственно говоря, приходится диверсифицироваться уже, который год подряд и выпускать видеоролики во ВКонтакте, в Яндекс.Зен, в Рутюбе, соответственно, тоже помимо YouTube. Поэтому обязательно также подписывайтесь на наши все эти медиа-каналы. Я бы хотел перейти на вчерашний счет по инфляции. Смотрите, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 12,9%, с 12,4% сообщает Банк России. Ну, фактически, то, о чем я вам говорил с начала текущего года, потребы инфляции в России будут расти, промоинфляции будут расти. Соответственно, ожидаю закрытие потребы инфляции в рамках текущего года где-то в районе 12,14%. Промоинфляция в районе 15-16%, плюс-минус такие значения. В общем, где-то на уровне 2023 года. Хотя в 2023 году уровень инфляции был выше, так или иначе, но значения недалекие особо друг от друга. Я веду все к чему, к тому, что цены растут сейчас тупо из-за того, что проблемы с импортом наблюдаются, в первую очередь. Вторая очередь, фактор валютной переоценки. Буквальная девальвация рубля, которая была на предыдущей неделе. Я вижу с стороны, что этой локальной паникой уже воспользоваться успели ритейлеры. Паника была на два дня. Когда доллар вышел с диапазона 86, вышел в район 94, потом его откатили вниз. Но, как видите, ритейлеры уже аргументировали повышение цен, особенно компания, которые продают автомобили, автодилеры. Ну, видите ли, поднимаем цены на 10% за счет фактора валютной переоценки и проблемы с платежами в Китае. Гениальная отмазка. Вот видите, как работает наш с вами отечественный капитализм. Пыль в глаза, да и только. Но цены поднять – это милое дело, как говорится. Собственно говоря, проблема с импортом, проблема с валютной переоценкой и жадностью, фактической жадностью российских предприятий не имеет границ. Соответственно, в свою очередь, они загоняют рост цен. Тем самым, инфляция растет. Центральный банк будет наивно повышать ключевую ставку, скорее всего, через одно заседание, не в сентябре, как некоторые счетами кажется, через одно заседание. Там октябрь-ноябрь, по-моему, там оно состоится. И, как следствие, подгонять ставочку будут в район 27% годовых. Я еще раз скажу, что повышение ставки ни хрена не повлияет на инфляцию. Никак оно не решит проблему инфляции. Соответственно, ставку повышай, не повышай, а все равно ты останешься в просаке. То есть, инфляция как росла довольно быстрыми темпами внутри текущего и даже внутри предыдущего года, она и дальше будет расти. То есть, словно говоря, такую картину можно представить, что инфляция, допустим, потребительская выросла до уровня условно, условно там 23% годовых, а промо-инфляция уже в район 30% годовых. Это что, получается, ставка может драть до уровня 25 и 30% годовых впоследствии? Ну, это бред полный, абсолютно. Тогда вы экономику уже не просто в пробуксовку завезете, а ее просто так нагнете раком, что она потом хрясь и нет экономики. Так что, я надеюсь, что Центральный банк палку не перегнет со своей денежной криптополитикой, потому что уже даже школьникам понятно, реально, даже понятно школьникам, что повышая ставку, инфляцию не сбивает. Если раньше забивали инфляцию путем привлечения иностранного капитала в рамках программы Carry Trade, то есть, они, иностранные деньги сюда приходили в российский рынок и конвертировали по факту баксы, евро, японские иены по дешевому рубру, когда там доллар, в самом деле, был по 80, доллар конвертировали в рубль, покупали акции России, которые были на дне, облигация России, которые были на дне, и тем самым у нас была валютная переоценка впоследствии в качестве снижения валютного курса, то теперь такого нету. Все, иностранцы, манширин глубоко насрать. И по факту мы уже являемся не 2% мировой экономикой, но где-то процентик в мировой экономике мы теперь занимаем, то есть, аж потеряли даже. Короче говоря, проблема на проблеме, и эту проблему нихрена не получается решать путем повышения ставки. По этому мысль у меня прежность еще ты, соответственно, повторюсь еще раз, ставку повышая, не повышая, проблему не решишь. Но центральный банк ставку еще повысит. Это уж наверняка. Но отвечая на вопрос, а валит ли еще одно повышение ставки ЦБРФ до уровня, допустим, 20% годовых, я полагаю, что нет. Почему? Потому что повышение ставки ЦБРФ уже замкнуто в ожиданиях рынка аж до 20% годовых. Вот если будет повышать до уровня 25%, а может быть 30% годовых, как некоторые уже участники рынка говорят, тогда да, тогда рынку нашему каюк. Но дадут ли нашему рынку обвалиться в свете того, что сейчас в банке несут люди деньги под высокие проценты, под 18%, а то и под 20% годовых. Я сомневаюсь, почему? Потому что крупный капитал как монетизирует свой денежный баланс, то есть как банки с бабки зарабатывают. Не только путем выдачи критов, страховок, как многие считают, но и путем торговых операций. Смотрите, чтобы вкладчикам давать деньги под высокий процент, банкам необходимо торговать на рынке акций, на рынке облигаций много, качественно и имея большую при этом ликвидность. Если, грубо говоря, задрать ключевую ставку до 25-30% годовых, мы перейдем к тому, что индекс АМБ просто рухнет. Рухнет куда-нибудь в район ниже 2000 пунктов. Да. В такой ситуации популяризация нашего рынка, она просто обвалится под корень. Никому не всрется российский рынок акций. Все в нем разочаруются, вот все физические лица имеются в виду. И малые банки, малые предприятия, которые просто оббанкроются к чертову матери. Поэтому, чтобы как-то возмещать вкладчикам деньги под высокие 25, условно говоря, или 30% банки, уже не смогут. Почему? Потому что они, условно говоря, будут покупать акции российские. Будут пытаться покупать акции российские, пусть по минимумам рынка, но их это не получил. Почему? Потому что ликвидности не будет. То есть они будут устать заявки на покупки, а отрабатывать заявки не будут. Как работает вообще российский механизм рынка акций? Следующим образом. На панике рынка в определенном ценовом уровне крупняк всегда рынок покупает. Покупает у толпы, которая продает. На хаях рынка, когда эйфория, толпа покупает, а ей крупняк продает. Вот как, по примеру, было, когда МВБ был на уровне 2200 пунктов. Крупняк покупал, покупал, покупал. У толпы, которая продавала, продавала, продавала. То есть ликвидность была. Взаимная ликвидность. Толпа в панике продает, крупняк покупает. То же самое было наоборот. На эйфории, когда МВБ был по 3500 пунктов. Толпа покупала, крупняк продавал. А если, допустим, ключевая ставка 25-30% годовых, крупняк будет в огромной заднице. И у крупняка встанет вопрос ликвидности. А как им входить в рынок, крупняку, тогда нету спроса на те активы, когда здесь нету предложения на те активы, которые он хочет купить. Типа Лукойл, там Газпром, Газпром, Невес, Бирбанк, ВТБ и прочие акции. Голубые фишки российские. Вот. Я все веду к тому, что ниже определенного уровня наш рынок не обвалит. Потому что центральный банк это прекрасно понимает. Минэкономразвитие. И все это прекрасно понимают, что обвалив рынок куда-то в конкретную жопу, ликвидности не будет. И крупняк будет за бортом. Почему? Потому что я им уже аргументировал. И, соответственно, встанет вопрос, а что с банками тогда будет? Правильно, многие банки будут банкротиться. А многие крупные банки придут ссонировать. Потому что народ будет нести, 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 еще раз нести бабки на эти вклады долбанные. Банки будут принимать, потому что они обязаны по закону деньги принимать у населения. Но как к этому населению потом возвращать деньги в виде процентов выплат? Уже вопрос жирный появляется. Вопрос, как говорится, открытый. Вот в рамках этой логики, господа, управлению активностью крупного капитала, наш рынок уже и вышел в жесткую зону перепроданности по недельному графику. Чуть попозже над тем поговорим в этом видеоролике. И, соответственно, в рамках этой же логики, какого-то крупного краха и дичайшего повышения ключевого ставки, я, честно говоря, не ожидаю больше. Да и не ожидал. И, соответственно, повышение ставки до 20% годовых уже в цене рынка заложено. Чтобы вы понимали. Об этом говорю вам неоднократно. В общем, такая логика, такие мысли. Соответственно, я сейчас все равно держу в среднесрочном ланге наши с вами акции Российской Федерации. Голубые фишки. Фактически у нас сейчас рынок акций вступает в зону перепроданности. Чуть попозже мы поговорим. И у меня стратегия прежняя. Я верю в рост российского рынка акций. И я не тороплюсь какие-либо позиции брать, продавать, сдавать. Даже в свете текущих геополитических реалий. Почему? Потому что рынок уже, как я вижу, привык к тем реалиям, что сейчас происходит в политике и в отношениях с нашим западным соседом. Поэтому вы крутасы ровно те, о чем я вам сейчас повествовал. Давайте перейдем на технический разбор рынок ММВБ. Индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Смотрите. По инсу Мосбиржи я вам на неделю графики, на неделю обзор рынка говорил, что мы идем в диапазон 2,780-2,790 пункта в виде его ложного пробоя. Вот. Ложный пробой уровень 2,800 нижней гранией БКК. Нас сейчас конкретно пробивают, добивают, стопы снимают. Вот. Есть алгоритмичный, к которому мы сейчас пришли. И я ожидаю плавного возврата рынка в диапазон 2,810. Сюда небольшая расторговка, выход на облако Ишимоку и на линейное сопротивление 2,820-2,840-2,850. То есть на медиан, то есть на среднее значение боковика. Обращаю внимание, что сейчас наш рынок уже перепродан краткосрочно. Вот по инсу RCI это прекрасно видно. По инсу товарный канал тоже прекрасен. Поэтому технически тут я ожидаю постепенно возврата вверх. Вот. Уже в ближайшие дни. Но вполне реально, что сегодня мы уже импульс вверх на Яма-9, 2,800 покажем. Это первый момент. Второй момент. С точки зрения недельного графика мы вступаем в более жесткую фазу ценовой перепроданности рынка. Соответственно, по RCI, вот, перепроданность, товарный канал, перепроданность. И, соответственно, объем на продажу по MACD постепенненько снижается. В общем, тут крупняк уже прекрасно понимает, что, во-первых, крупный линейный уровень подступает. Вот. И даже пустный крайняк вот. 2,750 и 2,500. И вот ниже этих двух значений, если загонять рынок, то можно решиться всей ликвидности на этом рынке. На этом чертовом рынке. То есть, загон рынка ниже этих уровней, куда-нибудь там на уровень, там, словно говоря, 2,100, там, да, 1700 пункт, да, или на перелотом закрытый шипа, там, 1600. Это обвал ликвидности в такой ситуации. Крупняк уже не сможет ничего купить. Абсолютно. А ликвидные деньги они удерживали и удержат в рынке акций, в рынке облигаций. Все. Это их базис, это их базовая стратегия. Поэтому имеем двойное дно, о чем я вам ранее говорил. Есть вынос, есть расторговка, есть тест, будет тоже потом проторговка и потом распределение. Поэтому базово я пока, повторюсь, не вижу какого-то драйвера для лютого роста нашего рынка. Будем торговаться какое-то время вот в диапазоне, скорее всего, отторговаться на 2,760, там, 2,770 пунктов с возвратом на, я имею в виду, на недельном графике, на данном самом диапазоне. То есть, еще раз, сегодня жду фазу отскока, вот сюда, на 2,800. Лучше вообще, конечно, малый таймфрейм и брать, и по ним вот четырехчасовой график. Вот фазу отскока жду на уровень 2, вот 800, Ямай 9, с дальнейшим возвратом на 2,820, 2,840 на облако и шумоку. Это младший таймфрейм, я имею в виду. По дневному, по недельному графику, вот такая же картина будет, потом с локальным выносом вниз, на торговку не стоящих уровней, там проторговка, и дальше возврат опять вверх, к 2,920, 2,960 и 3,000, то есть к большому облаку продаж этого и шумоку. Вот сюда мы придем. Этим облаком я уже много лет торгую и вижу, где конкретная зона продавца у нас вообще имеется. Так что дрейф будет, боковик, большой, ну большая фаза роста, она только впереди. Вот, но все равно на сей счет я среднесрочную позу по рынку акции удерживаю, тут, как говорится, не суючусь, не двигаюсь лишний раз, просто. Короче, просто держу лонги, все, мне как-то, честно говоря, насрать на происходящее, если честно. Я, если кто-то будет форс-мажор, я все это нахуй возьму и в пизду матери продам. Мне плохо будет. Там, если форс-мажор будет в политике, там, и рынок это пущает каким-то тотальным негативом, я просто возьму и продам. Мне плохо, если честно. Потому что у меня сейчас имеется в моменте 29% годовых, и просрать эту доходность я бы, честно говоря, не хотел. Но, опять же, вероятный форс-мажор как таковой, там, в политике, еще где-то, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что рынок его сейчас не учитывает в цене иных с ММВБ. Если он его не учитывает, значит, такого форс-мажора потенциального нету. Все. Тут можно сколько угодно там в носу ковырять, там, обмонитор свой козявки вытирать и говорить, что, ах ты, рынок обалится, ставка будет 25-30% годовых, и все рухнет. Можно сколько угодно такую ахинею пороть, как козла на поприще. Но, как видите, рынок думает иначе. Все. Вот все я вам сейчас обосновал и разжевал. В общем, иду на XRTS. Боим XRTS. Открываем дневной график, смотрим, что здесь происходит. Короче, вот вам еще один возврат был в диапазон 1005 пунктов. Сейчас на недельном обзоре я вам говорил, что будет у нас коррекция в районе 908. Сейчас у нас будет локальное снижение также в районе 965 и возврат опять на 1020 пунктов с дальнейшим закрытием гэпа на 1040. То есть, у нас сейчас сформируется новый заходной импульс в виде перепродности, конвергенции PRCI с возвратом на вышестоящий гэп. Закрытие гэпа 1030-1040 пунктов. Пока картина уронта, которую я вам озвучил, делим обзор рынка. Далее, юань рубль. Мы здесь фактически отработали все возможные цели в диапазоне 12-15. Ну, тут вон формируется у нас клин. Самый настоящий слайд. Будем выходить в полную коррекцию в район 1186, потом 1160. Короче говоря, покупать юани сейчас я не собираюсь. Я их не покупаю. У меня они глубоко фиолетовые. Соответственно, никакие пока я сделки по валютному рынку не совершаю. Не актуально, не интересно. Далее, нефмарки бренд. Здесь картина следующая, которую я вам озвучил также на неделю обзор рынка. Будем сейчас коррекцию. Дальнейшим выносом вверх на 80 и на 82 доллара за балль. То есть, тут цели тоже выше. Отрабатываем локальные цели ниже и выходим опять вверх. Так что, вышитая и черная остаются открытыми, которые необходимо будет отработать. Далее, природный газ. По природному газу картина также прежняя. В боковике бьемся, торгуемся 1.90, 2.26. Жду снижения сюда на 2 бакса. Прежние цели, прежние мысли. Далее, драгоценный промышленный металл. Золото, сервер, плать на палладе. По золоту я озвучил мысли. Еще раз продублирую свою мысль основную. Что жду выхода в район 2.525. Может даже 2.550. И дальше обвал цены в район 2.400 и 2.350. Почему? Потому что индекс бакса, он дошел до уровня 101.50, до яма 200 по недельному график. Все. Вот тут я считаю дно. Теперь будет фаза крупного сока индекса бакса до уровня 103.50, 104. И потом фаза обвала на пробой яма 200 выносно 98-99 пунктов. Треугольник пробит вниз. Сейчас будет тест треугольника. Ну, скорее не сейчас, а в ближайшем несколько недель. И, соответственно, факторе драгметалл, они скорректируются. Вот, по серебру та же самая шляпа. К 30-ке придем, а потом нас вниз потащим, там в район 25-26. Вот, там тоже придем, проторгуемся, потом пойдем выше. По платине уровень отработал 960, будет коррекция на 900. По палладию тоже 960 отработали, будет коррекция на 820. Золото-рубль отрабатывает 7000. Мы сейчас выйдем в район 7500. Потом скорректируемся в район 6000 на факторе падения золота. По ее серебро-рубль на 113 пришли. Ждем по 1.99. Проще говоря, металлы будут падать на факторе укрепления и на собак. Поэтому, кто вдруг позиции, будьте любезны свои позы там спекулятивные на фьючерсы закрывать. Вот, по серебру-рубль, по золото-рубль тоже краткосрочную коррекцию покажем. Но указав коррекцию вниз, мы потом будем вылетать еще выше. В общем и целом, есть пока такая тактика. Вообще, я спекулятивно буду рассматривать серебро-рубль и золото-рубль от ланга от ниже стоящих уровней. Ну, где бы я смотрел золото-рубль от ланга? На 5600-5700. На облаке поддержки Ишимоку, на облаке покупателя. Там бы я это сделал. Но раньше рассматривать я, честно говоря, не вижу никакого смысла. Потому что драги будут падать на факторе укрепления инсобакса. Все. Далее хочу пройтись по некоторым акциям Российской Федерации. Смотрите, вот акции Сбербанка. Сейчас многие, конечно, травят мысли о том, что там Сбербанка пойдет на уровень 140 рублей. А то и 100 рублей. Будет там перелой на 60. Если будет обвал Сбербанка вот к этим уровням 60, 80, не знаю, 100 рублей, это тогда всему рынку будет такой пиздец, какой мы даже в начале 2022 года не видели. Это все. Это обвал ликвидности, обвал рынка будет. Это будет труба вообще. Тогда рынок, он нахер никому не всрется. Абсолютно. Абсолютно никто в рынок больше не поверит. Поэтому. Крупняк знает, как эта система работает. То, о чем я вам в начале ведройка повествовал. Как этот механизм работает. Соответственно, Сберыч уже приходит к точке краткосрочной перепродности. По дневному графику, по четырехчасовому графику. У нас будет фаза жесткого отсока. Я вчера публиковал технический анализ на нашем телеграм-канале по Сбербанку. Вот. Постепенно Сберыч разворачивают вверх. Вот. 265 мы отторговали уровень. Идем теперь вверх. Время 272. И затем 276-280. Все. Цели выше, господа и дамы, остаются. Вчера вторюсь. Публиковал разметку по Сбербанку. Мысли. Трейд по Сбербанку. Вот сейчас этот трейдинг мы и трейдим. По полной программе. На высшестоящий уровень. Поэтому цели по Сбербанку, извините, поднимите, конечно, находятся выше. Базовый уровень отработали. С момента прогноза уже цена выросла в район. Ну, пока на процентик. Жду выхода Сберыча повыше. В район там, не знаю, трех. Может быть даже шести процентов. Прибыли. Посмотрим. Далее. Что касается Лукойла. Тоже голубая фишка российская. Бумага тоже вышла в фазу жесткой перепроданности. По четырехчасовому графику. По графику дневному. Короче, тут вообще труха-труховая. И, соответственно, что вы должны понимать? Что бумага перепродана. Дико, жестко, фатально, тотально, анально перепродана. Жду постепенный возврат на Яма-9 в диапазон 6,37-6,400. Ну, и по себе мы выходим на 6,600. В общем, здесь, как и по дневному, как и по недельному графику, вообще тотальный, фатальный, просто ультрафееричный перепроданность. Я вам говорил на неделю обзору рынка, что все нефтегазовые фишки я рассматриваю под потенциальный лонг. Вот видите, они приходят почти к уровню Яма-200. Лукойл приходит к уровню 5,900. Это Яма-200. Тут, в принципе, среднесрочной лонги можно по себе даже наращивать. Это вообще не проблема, это, как говорится, не вопрос. Что я, собственно говоря, постепенно и буду делать. По Татнефти, та же самая шляпа, к Яма-200 почти подошли. Это уже все. Это просто фееричный перепроданность рынка. Вот, соответственно, сейчас народ говорит, что там МВБ будет ниже, МВБ будет, не знаю, по 2,500, там 2,400, 2,200 пунктов. Я не знаю, где он будет. Никто не знает, где он будет. Где, блядь, этот сраный разворот будет. Хер его знает, никто не знает. Но надо учитывать алгоритмы рынка и понимать уровень перепроданности и перегретости. Вот сейчас рынок входит в фазу катастрофической перепроданности. Потому что у нас было вот здесь вот было, здесь было, здесь было. И куда рынок потом разворачивали? Его разворачивали вверх. Среднесрочного потом гнали и травили только вверх. Вот от нефти тоже входит в фазу перепроданности. Соответственно, Роснефть. Роснефть. Также вступает в фазу своей ценовой перепроданности. Вот, видите, ЕМА-200 достигнута. Это РСИ в перепроданности. Вот сейчас у нас будет пробой ЕМА-200, проторговка. И потом плавный возврат на 525 и тут 550 пунктов. Вот такая картинка рынка тоже сейчас формируется по этому инструменту. Так, далее. Так, далее, далее. Далее, по-моему, Новотек можно посмотреть еще. Ну, блин, добранный компьютер, мать его. Новотек. Вот Новотек. Сейчас тоже тайм-код напишу. Новотек. По Новотеку та же самая шляпа, та же самая ахинея. Сейчас на ЕМА-9 будет локальный вынос на 945-950. Проторговка и вынос вверх потом будет на 1200-1300. Потому что у нас тут А, конвергенция, Б, перепроданность. Все. И плюс еще покупатели по МСД появляться начали. Ну, очевидно, очевидно. Все. Наш рынок, в принципе, посевенько разворачивает. Особенно нефтегазовые активы. А будет расти нефтегазовая фишка, что у нас будет рынок делать. Правильно, рынок будет расти. Картина простая, ясна. Как ясный день. Вчера тоже мне писали разные блогеры в личку. Да, там другие инвестблогеры. Вот там Михайлович. Типа рынок будет обваливаться. Цель рынка ниже. Михайлович, что ты делаешь? Зачем ты покупаешь? Я начну, пожалуй, с того, что мой капитал, это моя ответственность. Что хочу с ним, то ворочу. Бля. Хочу обнуляю, хочу зарабатываю. Все. Это мои деньги, мои бабки. Это моя сраная ответственность. Это во-первых. Во-вторых, многие блогеры, блядь, говорили, что на 3 500, по-моему, рынок сейчас будет под 4 тысячи. Вот сейчас добираю, сейчас накупаю. Позвольте, сейчас так заработаю, попа порвется. Порвалась попа у них. Только не от заработка, от маржин коллов, сука. Они на кредитной плечи по 3 500 рынок брали. В тот момент, я говорил, что пизда вашему рынку. Пизда ему. Он обвалится, он перегрет, он в дивергенции. И цели на 3 тысяч пунктов. Взял рынок, жахнулся, а мы там позиции чуланговых продавали, прибыль фиксировали. Почему я сейчас 27% прибыли по отношению к моему среднесрочному капиталу в этом году заработал? Почему 27%? А потому что я вовремя покупал, вовремя продавал. Вместе с вами. Идеи публично отрабатывал. Отчетность по портфелю опубликовал также на нашем телеграм-канале, группе ВКонтакте и в Яндекс.Зен. Еще в Ютубе и ВК-видео, и в Яндекс.Зен.Видео тоже публиковал все это. Я не знаю, как по-другому говорить, честно. И честно говоря, мне уже это настолько заебало, одни и те же вещи озвучивать, что у меня просто, откровенно говорю, ботхер тотальный, прям горящий зад. Это вот сейчас молодняк говорит, что ботхер, ботхер. У меня тотальный ботхер сейчас. Просто, понимаешь, как бы народ, он сейчас ждет крах, он ждет прям тотальную фиаску, прям вот такой жесть на рынке. А я вам говорю еще раз, жесть на рынке. Если будет жесть на рынке, что крупняк будет делать? Как он будет просто так копить? Как он будет покупать свои позиции? Как? Да никак. Если будет обвал ликвидности, заброс ликвидности куда-нибудь на, не знаю, на перелой, блядь, 22-го года, тогда никаких поисков крупняк не наберет. А если крупняк позиции по акциям не наберет, он не заработает потом. А если не заработает, сука, блядь, банки придется санировать опять. Они просто будут в прибыли обваливаться. В торговых операциях они будут обваливаться. Понимаете? Потому что не только они от страховок, да не только они от кредитов зависят, получают прибыли. Но еще от торговых, повторюсь, операций. Вот такая логика. У них диверсифицирован денежный поток. Вот о чем, блин, логика повествуется вам в этом видеоролике и в последние пару месяцев в том числе. Поэтому я еще раз говорю, что да, в рынке я сейчас спекулирую активно. Я торгую в рамках нашего клуба трейдеров. Я реверсно торгую, использую ряд алгоритмических осциллятов, которые указаны были вам на видеоролике и на графике. Но при этом среднесрочную позу я покупаю. Я еще раз скажу просто обычную вещь, что если бы какой-то форс-мажор по рынку, да, там такой непредвиденный политический форс-мажор. Да, конечно, позже я буду продать. Я переобуюсь, сука, в моменте. Я переобуюсь жестко. Но высока ли вероятность переобувки это форс-мажора в рынке политического? Я думаю, что нет. На мой взгляд, нет. Потому что многие политические факторы уже рынок учел и переварил свои стоимости. Поэтому время покажет, какая будет ситуация и отношение рынка к геополитике. Но с точки зрения макроэкономики, монетарного безумия центрального банка уже многие факторы рынка, как говорится, на себя воспринял. Многие факторы уже переоценены в пользу падения. Я вам рекомендую подписаться на наш клуб трейдеров. Ссылка имеется в описании, биржевиквип.ру и также клуб инвесторов, биржевикбот. Обязательно подписывайтесь. В 9.55 я выхожу снова на торги, буду с вами торговать. И, сука, блядь, я сегодня буду брать новые акции в лонг. Мне насрать на это ебучее чужое мнение. Блядь, я жду рынок нахуй выше. Все. У меня просто тотальное травление задницы. Абсолютно. Мне плевать на общественное мнение. С большой буковки П. Я покупаю лонги. Спекулятивные. Краткосрочные и, сука, среднесрочные. У нас также вместе с Телеграм-каналом про рынок акций. Рекомендую тотально, фатально подписаться на него через силу. Про сырьевой рынок, про облигации, про банковский сектор. У нас есть также в Канта-группе, Янзен и Рутюб-канал в том числе. Поэтому рекомендую на все наши медицинсы и, в первую очередь, на наши долбаные клубы подписаться. Потому что там я на связи 24 на 7 торгую вместе с вами. Показываю свои сделки, свой портфель, свою прибыль, свои убытки, свои безубытки и прочую дурь в этом духе. Также помните, что мы все обречены на прибыль и лишь время. И грамотная мать ее стратегия, наша мать ее главные союзники. Мы с вами о том рынке выживаем уже очень долго, более 11 лет. Публично я торгую с 2017 года, фактически уже 8 лет. Если моя арифметика не идет под откос. И в каждом году я вижу одни и те же басни, что... Вот рынок падает, рынок обвалится, нам конец, нам пипец, надо убегать, надо срочно попу защищать. Убегайте, куда хотите. Убегайте, будьте как колобки. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от маржин-колы не ушел. Ради бога, ваш выбор, ваше право. Никто не против. Но я лично никуда, сука, не бегу. У меня лично поза моей лунги открытая. И облигации российские, и акции российские. И нет никакого желания эти лунги, братья, закрывать. И спекулятивно, да, я торгую. И среднесрочно я торгую, все. Поэтому моя позиция ставится безмятежно прежней. Политические риски, да, конечно, они есть. Я не спорю. Их надо учитывать. Но монетарные риски, монетарный безумный центральный банк, повторюсь, они уже в цене рынка. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. Благодарю за внимание.